История еще одной улицы героев в Хакасии началась вот с этого металлического указателя. В 92 году его поставили здесь, в Аскизе, на заброшенном колхозном поле. Тогда еще здесь не было ни одного дома, и именно от него все узнали, что здесь будет улица имени братьев Тутатчиковых. Их было пять, пять молодых сыновей из одной семьи. В Орлам Петр Михаил Михей Мансур. Сразу пять имен на одной мемориальной доске. С фронта вернулся только один – Петр. Его дочь Галина Церинова все, что знает о фронтовом пути своих родственников, собрала сама. Прошедший всю войну отец, похоже, оберегал детей от страшной правды. О войне он говорил очень мало. Он очень мало о войне говорил и рассказывал в основном байки. Какие-то серьезные вещи он не рассказывал. У него были ранения на вылет, несколько ранений, контузия, значит, головы. И, в общем, масса была ранений. Он даже шутил, говорил, что это солнечный ожог. Вот там от пули остаются такие вот круглые, как бы такие вот лучистые ранки. И он говорил, что это солнечный ожог. Потом, когда вот у него болели ноги, он говорил, ну вот, говорит, футбол всю войну проиграл. Все пять братьев Тутачиковых ушли на фронт в самом начале войны. В 30-х двое из них, Михей и Мансур, работали на приисках. Варлам был инженером. Михаил работал в первом банке на территории Хакасии. Он погиб в Ленинградской области, в Брестской, впал в бою в Варлам. Мансур погиб в Белорусской республике. Их три похоронки пришли в 43-м, одна за другой. Михей пропал без вести. Дома оставалась одна мать. Он, когда вернулся, мать сказала, говорит, все-таки хоть одного я вымолила. Я, говорит, единственное, что делала, я молилась. Вот, хоть одного, говорит, вымолила. Ну, пришел один он в 47-м году, его не ждали. Потому что 45-й год, 46-й год, уже все вернулись, а у нее никого нет. И она решила, что все они вернутся. И когда вот он в 47-м году пришел, у матери легкий обморок. В истории этих солдат так много тайн, что даже и в самом названии, присвоенном улице, есть неточность. Братьев Тутачиковых действительно было пять. Но в 43-м ушла добровольцем их сестра Анна. Это был ее ответ на три похоронки с фронта. Судьба девушки до сих пор неизвестна. Можно представить, что испытывали родители. Какие чувства, так ведь? И поэтому здесь память людей должна остаться. Улица братьев Тутачиковых сегодня в Хакасии, да и, наверное, во всем мире только одна. Здесь всего 8 домов. Это одна из самых молодых улиц в Аскизе. И живут здесь в основном молодые, большие семьи. Что, кстати, символично. У братьев Тутачиковых в детстве тоже была большая семья. Елена Крылова, Станислав Колченаев. Вести Хакасия. События недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА